Самую длинную ночь, самый отвратительный человек говорил самые искренние слова. А ты его слушала и молчала, падая в темноту, будто весь мир в эту секунду смотрел на тебя одну. Было очень темно, но света тебе хватало. Было непривычно от того, что все наяву. И если бы в ту ночь внезапно начался звездопад или град размером с булыжники разносил машины, ты бы ни на секунду не убрала свой взгляд от того, как тебе причудилось единственного на свете мужчины. Начался апокалипсис, во льду все или в огне, страна за страной человечества умирала, а он говорил, я с тобой на любой войне и в любой беде. И рука его тебя обнимала. И ведь казалось, что все, можно умирать. Моменты лучше просто не существуют. Будто искалеченную душу твою ему удалось собрать, и ты где-то не здесь, когда он тебя целует. А потом легкий ветерок, покачнувший прядь твоих темных волос, не казавшийся даже смерчем, вдруг того, кто никогда, ни за что не собирался тебя терять, просто взял и унес. Оно ему было легче. Это как подпрыгнуть жутким переломом ноги, раздробив себе кости, разорвать очень свежий шов, уничтожив последнюю часть поверившей вновь души, самый жуткий, жестокий, болючий из беглецов. И вот легкий ветер разносит по кусочкам уже тебя. Еще пара минут, и от этой девочки не останется даже вздоха. Оказалось, что он твой Бог и мир, и вся планета Земля. Только от того, кто сумел однажды спасти, может стать вот так вот чертовски лох. Субтитры подогнал «Симон»